Абухаджи Идрисов, сын чеченского народа, встретил Великую Отечественную войну у западных границ страны в Прибалтике. 125-я дивизия, в которой он служил, на июнь 1941 года находилась в районе города Таураги. В 4 часа утра 22 июня немецко-фашистские войска вероломно напали на Советский Союз. Группа армий «Север» вторглась в Прибалтику и начала свое движение к Ленинграду. Против 125-й дивизии действовали две пехотных и однотанковые дивизии вермахта 56-го моторизованного корпуса под командованием Эрика фон Манштейна. Находясь на направлении главного удара, 125-я дивизия в течение 6 часов удерживала противника, но понеся большие потери, начала отступление к городу Скаут-Вилле. Абухаджи и Дрисов, имея специальность пулеметчика, не жалея ни сил, ни жизни, в этот роковой для нашей страны день со своими товарищами стойко бился против наступающих фашистских орд. Особенно тяжело им пришлось, когда после целого дня боев враг опять пошел в атаку. В течение всей ночи красноармейцы сдерживали наступление танковых сил противника, а уже 23 июня вместе с остатками 48-й стрелковой и 2-й танковой дивизий они вели достаточно успешные оборонительные бои в районе города Рассиняя. Отступая на восток, выходя из одного окружения и оказываясь в другом, части 125-й дивизии в июле месяце держали оборону возле города Тарту. На 14 дней в этом районе фронт стабилизировался, и противоборствующие стороны вырыли окопы на виду друг у друга. Абухаджи и Дрисов, находясь на боевом посту, зорко следил за передним краем противника. Пользуясь своим пулеметом как винтовкой, он, видя цель, снимал ее одиночным выстрелом. За две недели он таким способом уничтожил 22 фашиста, чем привлек внимание начальство. Его вызвал к себе комбат. «Ты, Абухаджи, метко стреляешь. Мы решили направить тебя на курсы снайперов в Москву. Согласен?» Но Абухаджи и Дрисов отказался. Он не хотел расставаться с родным батальоном и однополчанами. К тому же с детства он был знаком с оружием. Еще отец научил его пользоваться двухстволкой, которую Абухаджи часто брал с собой, когда работал чабаном в колхозе «Советская Россия». До войны он также прошел курсы меткой стрельбы в ОСАВИАХИМИ и получил значок «Ворошиловский стрелок». Через три дня после разговора с комбатом Абухаджи и Дрисову и еще нескольким отличившимся в меткой стрельбе бойцам выдали винтовки с оптическим прицелом. В батальон приехал снайпер, вызванный из штаба фронта, который рассказал все тонкости снайперского искусства. Но применить их сразу на практике и Дрисову не удалось. Он попал в плен. 125-я дивизия осенью 1941 года влилась в ряды защитников Ленинграда и прикрывала город с юга. А Абухаджи и Дрисова перевели в только что сформированную 370-ю стрелковую дивизию, которая прибыла в Карелию и готовила там оборонительные рубежи. К сожалению, истории, как Идрисов попал в плен и как бежал, мне найти не удалось. Есть только строчка в документе из выписного листа госпиталя города Горького, где указано, что Идрисов Абухаджи был в плену 3 месяца, Карельской области бежало 2 человека. В январе 1942 года Северо-Западный фронт и отдельные соединения Калининского фронта перешли в наступление против группы армий «Центр». Советские войска прорывались в Старорусском и Тарапецком направлениях, и после месяца боев под Демьянском замкнулся котел, в котором оказалось 6 немецких дивизий. Советское командование для усиления котла стало перебрасывать под Демьянск всевозможные резервы. 370-я стрелковая дивизия была также переброшена на Северо-Западный фронт. Именно в боях под Демьянском и Старой Руссой и начал развиваться снайперский талант Абухаджи Идрисова. Ежедневно он выходил на охоту к переднему краю противника и выискивал себе добычу. Наученный горьким опытом, он часто менял позиции, выжидал, хитрил, готовил куклы и стрелял наверняка. Счет поверженных врагов неуклонно рос, а Абухаджи Идрисов постепенно становился знаменитым снайпером не только в своем полку, но и во всем Северо-Западном фронте. Вокруг него стала образовываться группа из молодых бойцов, которые тоже начинали перенимать искусство меткой стрельбы. К 9 октябрю 1942 года Идрисов довел свой счет истребленных немцев до 97, а также ему удалось выследить и уничтожить одного немецкого офицера. За этот подвиг он был награжден Орденом Красного Знамени. 26 октября 1942 года в 9 часов утра после массированной артподготовки при поддержке авиации до 30 самолетов противник перешел в наступление на позиции 370-й стрелковой дивизии. Немцы стремили захватить деревню Стрелицы и развить свое наступление на станцию Кневицы. Основной удар пришелся на 1232-й стрелковый полк, в котором служил Идрисов Абухаджи. Снайперы из своих укрытий открыли огонь по наступающим немцам, стараясь поразить в первую очередь офицеров. Несколько раз им удавалось заставить пехоту врага залегать. Бойцы 1232-го полка упорно сопротивлялись и подступы к нашей передней линии устилались трупами противника. Но, несмотря на это, немцы упорно продолжали наступление, возобновляя атаку за атакой. К 15-ти часам немцам удалось вклиниться в оборону полка южнее Стрелицы и окружить 2-ю стрелковую роту лейтенанта Ефремова. Идрисов также попал в окружение. Красноармейцы организовали круговую оборону, отбивая ожесточенные атаки противника. Абухаджи Идрисов сначала отстреливался из своей снайперской винтовки, а когда рядом убило пулеметчика, то он встал за Максима и уже кинжальным огнем подавлял немецкую пехоту. Этот бой длился 15 часов, и когда роту удалось деблокировать и вывести из окружения, то в ней осталось всего 13 человек, которые еле держались на ногах. Немцы в течение 10 дней вели свое наступление, постепенно выдавливая советские войска с занимаемых позиций. Но к 3 ноября их атакующий потенциал закончился, и они перешли к обороне на достигнутых рубежах. Абухаджи Идрисов за эти 10 дней боев уничтожил более 100 фашистов и уже окончательно зарекомендовал себя в дивизии как снайпер-АС. За то, что он довел свой боевой счет поверженных солдат и офицеров противника до 210 человек, его наградили Орденом Красной Звезды. К апрелю 1943 года за снайпером Идрисовым числилось 309 уничтоженных фашистов. О нем стали писать, помещать портреты в армейских газетах, на его примере воспитывали новые пополнения. В одной из фронтовых газет было написано. Идрисов выучил истреблению врага свыше 10 своих боевых товарищей. Его ученики высоко держат славу своего учителя. Так снайпер Корненко убил 97 гитлеровцев, снайпер Мальсагов – 47, снайпер Пермяков – 57. Честь и слава доблестному воину Красной Армии, грозному истребителю немцев, дважды орденоносцу Абухаджи Идрисову. После прорыва блокады Ленинграда Абухаджи Идрисов вместе со своими боевыми товарищами участвовал в освобождении городов и сел Псковской области и Польши. К марту 1944 года на его счету было уже 349 уничтоженных фашистов, но округлить этот счет снайперу так и не удалось. В апреле в одном из боев погиб командир роты, в которой служил Идрисов. Засев в окопчике с твердым намерением отомстить фашистам за смерть своего командира, Идрисов стал выжидать противника. Но немцы раскрыли расположение снайпера и открыли по его позиции минометный огонь. Одна из мин разорвалась в непосредственной близости, и Идрисов был ранен в голову и потерял сознание. Когда его боевые товарищи смогли добраться до позиций снайпера, то он был полностью засыпан землей. Не надеясь найти его живым, красноармейцы откопали Идрисова, но его сердце еще билось. Раненого снайпера отправили в госпиталь города Горького. В том же 1944 году Абухаджи Идрисов был награжден Героем Советского Союза. А в польском городе Мазовецк была открыта фронтовая военная выставка, где снайперу Идрисову был отведен целый стенд. На нем была выставлена его снайперская винтовка и фотографии, а надпись под ними гласила «Славный сын чеченского народа, Герой Советского Союза Абухаджи Идрисов уничтожил более 300 немецких фашистов». В госпитале Идрисов провел 4 месяца. Обратно на фронт его уже не вернули. После выздоровления он как представитель высланного народа проживал в Казахстане и работал в сельском хозяйстве. Только в 1957 году он вернулся обратно на родину, в Чечню, и до последних дней жил и работал в родном селе Комсомольское. Умер герой 22 октября 1983 года.